Уважаемые коллеги, я рад вас приветствовать на серии семинаров, посвященных основе гистологической техники. В наших семинарах мы с вами попробуем рассмотреть все этапы от получения исходного материала до приготовления достаточного для микроскопии препарата. Мы немножечко затронем методы самой проподготовки, мы поговорим также немного о микроскопии, в конце курса мы поговорим о современных методах, которые тоже можно отнести к гистологии. Но прежде всего давайте дадим несколько определений. Термин гистология введен был достаточно давно, еще в 18 веке, и гистология, согласно этому термину, изучает структуру клеток, тканей и органов. И понятно, что основным инструментом классической гистологии до сегодняшнего момента остается именно оптический микроскоп. Естественно, с развитием других подходов появилась уже возможность использования электронно-микроскопической техники, появились молекулярно-гистологические методы, появилась масс-спектрометрия и, соответственно, молекулярная гистология с возможностью применения этого метода к препаратам. Однако, все же, у нас есть несколько научных вопросов, на которые нужно ответить. И если говорить о том, что на вопрос, что и как происходит в нашей ткани, в наших органах, мы действительно можем гораздо лучше ответить при помощи современных молекулярно-биологических подходов, то остается вопрос, где? И этот вопрос очень важен и для исследований, и для диагностики. И, конечно, это именно тот вопрос, на который мы отвечаем с использованием гистотехники. С появления специальных техник, иммуногистохимии, иммунофлюзисценция, флюзисцентная инситу гибридизация, локальная инситу ПЦР и так далее, смена гистология начала свое использование активное уже молекулярно-биологических методов, включая и геномные, протеомные и металлумные подходы. Но, тем не менее, мы должны прежде всего рассмотреть классические подходы, используемые для приготовления биологических образцов. И поэтому сам по себе метод, которым мы можем это сделать, называется гистотехнологией. То есть это обработка, подготовка ткани для исследования, ну и, конечно, опять же, в основном методами оптической микроскопии. Для того, чтобы мы могли такой препарат в оптический микроскоп положить, он должен соответствовать нескольким критериям. Прежде всего, он должен быть прозрачным. Если мы с вами говорим об оптической микроскопии, то для видимого света. Если мы говорим об электронной микроскопии, то для электронов. Соответственно, если мы хотим, чтобы он был прозрачным, он должен быть приготовлен в виде достаточно тонких срезов или мазков. То есть он должен быть смонтирован на какой-то подложке, на стеклах для микроскопии оптической, на сетках для микроскопии электронной. И, естественно, для изготовления таких тонких срезов мы должны специальным образом ткань подготовить. Потому что, например, нарезать нефиксированную ткань мозга можно при помощи, скажем, вибротомии, но особо тонких срезов, так чтобы у нас, скажем, клетки нашего интереса располагались ровно в один слой, получить мы, к сожалению, при такой резке не сможем. Ну и последнее, что нам нужно отметить, то, что большинство наших тканей, которые мы исследуем, не имеют собственной окраски. Конечно, можно назвать исключения. Например, мы можем говорить о мелноцитах, можем говорить о красных, о некоторых других клетках, имеющих свою окраску. Но в большинстве случаев, естественно, клетки животных не имеют собственной окраски. И поэтому, для того, чтобы увидеть какие-то структуры на оптическом уровне, скорее всего, нам придется использовать методы дифференциальной окраски. То есть методы, когда окраска позволит нам выявить какие-то определенные структуры интереса, а не будет окрашивать весь препарат тотально. Типы препаратов, которые мы можем использовать. Ну, самый простой тип препарата – это так называемый тотальный препарат, когда мы с вами просто берем целиком весь организм, если позволяет нам это сделать, его размер, например, какое-нибудь простейшее. Или если это у нас монослой клеток, выращенных как раз на покровном стекле, то такой препарат, естественно, будет отражать и пространственные взаимоотношения в исследуемом объекте. Следующий тип препаратов, он достаточно редко используется, и в основном это для микроскопии хромосом, более того, в основном на растительных клетках. Это так называемые раздавленные препараты, когда вы просто ваш объект давите между предметом покровным стеклом, и, в принципе, он после этого пригоден к микроскопии. Ну, понятно, что здесь уже нарушается пространственная информация в образце. Третий – мазок. У нас есть один из органов, который представляет из себя в норме жидкость кровь. И, естественно, для такого органа вполне подходящим будет являться мазок. Однако, мазки или отпечатки могут быть получены из других органов, либо при помощи предварительной их мацерации, либо при помощи отпечатка органа на какой-либо подложке специальной. Опять же, в случае, если это мазок, как мазок крови, то пространственная, естественно, информация не сохраняется. В случае отпечатка она сохраняется частично. Ну, и самый важный тип, о котором мы должны будем поговорить, это, собственно говоря, срезы. То, что мы будем в курсе подробно рассматривать. Таким образом, из всех типов препаратов, которые мы с вами рассмотрели, только первый и четвертый тип, то есть тотальный препарат и срезы, позволяют сохранить полную пространственную информацию о той части образца, которая попала у нас на срез. Условно, весь путь препарата от образца, который вы получили, до получения уже фотографии, или в данном случае файла с изображением вашего препарата, можно разбить условно на несколько этапов. Первый этап – это, собственно говоря, диссекция самого органа или животного. Здесь, конечно, важна ориентация, важно знание той структуры, которую вы исследуете. Ну и иногда, дальше, этап, который можно назвать вырезкой, гроссингом или макродиссекцией, это вариант измельчения этого образца до такого размера, который пригоден для дальнейшей фиксации. То есть для сохранения его близких к прижизненным структурных компонентам. В дальнейшем, если мы собираемся изготавливать срезы из нашего препарата после фиксации, нам все-таки необходимо этот препарат заключить в какую-то среду или каким-то образом уплотнить. Потому что даже после фиксации чаще всего препарат у нас недостаточно уплотнен, чтобы можно было сделать тонкие срезы. После этого блок, который у нас получился, будь то замороженный блок, будь то блок в парафине или в каком-то другом переходном материале, нам необходимо секционировать, то есть сделать с него срез. Срезы нам нужно смонтировать на стеклах, и после этого, смонтированные на стеклах срезы, нам нужно покрасить. Либо классическими гистологическими окрасками, либо специальными окрасками, если мы хотим выявить какие-то определенные компоненты с этого препарата. Либо при помощи иммуногистохимии, иммунофлюоресценции, либо флюоресцентной инсиду гибридизации, если мы говорим о интересующих нас участках, например, нуклеиновых кислот. После этого нам нужно препарат заключить в среду, подпокровное стекло, и, собственно говоря, приступить к микроскопии. Более подробно в микроскопии будет отдельный курс лекций, который можно будет прослушать, поэтому в данных семинарах она будет рассмотрена очень кратко на нескольких лекциях. Но самое важное, на любом этапе, если вы допустите ошибку, дальше эта ошибка уже не может быть легко исправлена. К примеру, во время диссекции вы не очень аккуратно обошлись тканью или вырезали ее в неправильной для вас ориентации. Естественно, все остальные этапы исправить это не смогут, только добавить. В случае макродиссекции, например, вы сделали слишком толстые куски, которые не подошли для дальнейшей фиксации материала. Понятно, что дальше тоже эта ошибка будет только накапливаться. Например, вы плохо залили ваш образец. Естественно, все, что пойдет дальше, будет также эти ошибки повторять. То есть ошибки будут у вас все, которые вы сможете допустить, складываться. И препарат, который вы получите, это сумма всех ошибок, которые вы могли допустить на предыдущих этапах. Соответственно, задача нашего курса попробовать описать каждый из этих этапов, указав на какие-то возможные ошибки, ну и разобрав в некоторых случаях способы их устранения. Первый этап, то, что называется макродиссекцией, гроссинг, или иногда по-русски это называется вырезкой, имеет одну цель. Это подготовка образца к фиксации и дальнейшей обработке. Какие этапы здесь можно выделить? Причем это не только для клинических исследований, это и для исследований в том числе и фундаментальной науки. Прежде всего, то, что называется регистрацией образца. Это некое макроанатомическое описание. Присвоение номера или бирки, или какого-то другого опознавательного знака, который позволит вам дальше этот образец уже занести в журнал, занести в какую-то лабораторно-информационную систему и следить за тем, что дальше будет происходить. Почему это важно? Дело в том, что некоторые органы имеют очень сложную внутреннюю структуру. И, например, для мозга, где у нас есть, к примеру, кара, состоящая из определенного количества слоев, эта ориентация очень важна, потому что если будет сориентирован у вас объект не очень верно, то понятно, что при кривом среде размеры слоев будут различаться, будет различаться структура, вам будет сложно сориентироваться по полученному срезу в атласе. В случае клинических образцов тоже становится понятно, что если у вас есть какая-то часть ткани, которая была повреждена или является раковой, то ее, естественно, хорошо было бы сориентировать так, чтобы можно было в дальнейшем использовать этот образец для диагностики. Поэтому регистрация образца, то есть макросъемка на обычную, скажем, цветную камеру, перед тем, как вы в дальнейшем будете делать самому по себе вырезку, очень важный и удобный шаг. После этого нам нужно уменьшить объем материала для того, чтобы мы могли с вами сделать нормальную полноценную фиксацию. Как вы видите, фиксация – это процесс достаточно длительный, и, к сожалению, чем больше размер объекта, тем медленнее эта фиксация будет происходить. При этом, если у нас какая-то часть объекта долгое время не подвергается фиксации, возможно, процессы автолиза, разрушения этой ткани, в некоторых случаях даже возможно какое-то уже биологическое разрушение ткани, грибы, бактерии и так далее. И поэтому, конечно же, нам нужно сделать из нашего объемного материала какие-то области, которые будут иметь, скажем, не больше сантиметра, например, по толщине, чтобы могли его хорошо профиксировать. Но возникает вопрос, как же нам тогда сориентировать наш образец, и как нам потом эту ориентацию не потерять. То есть, первое, естественно, фотография, макрофотография образца, и второе, есть набор красок специальных, которые сохраняются на всех этапах проводки, они не растворяются ни в спиртах, ни в ксилоле, стойкие к температуре, которые вы можете раскрасить какие-то части вашего образца. И в дальнейшем, после того, как вы сделали срезы, эта краска остается на поверхности образца. Если вас самый край образца не очень интересует, то вот такая краска позволит вам дальше уже на срезе сориентироваться, какая часть образца у вас на срез попала, и как этот срез прошел. Более того, если у вас будут уже после фиксации видны отдельные куски, которые вы в дальнейшем будете использовать для, скажем, изготовления срезов, то можете уже сказать, как соотносятся те части, которые вы выделили, с теми частями, которые вы получили после вырезки. Краски, которые в данном случае могут быть использованы, это в основном, конечно, коммерческие наборы, но и некоторые более-менее обычные в лабораторной практике краски, такие как, скажем, эозин, такие как бенгальский розовый, альциан синий, могут быть тоже использованы. Хотя, конечно, они менее стойкие, например, при проводке через спирты. После этого, конечно, нужно удалить все инородные включения, которые отличаются от нашего препарата по своей плотности. Например, шовный материал, если мы говорим о образцах, полученных из операционной. Если же мы говорим о образцах, где такого нет, то вполне возможно могут остаться, например, кусочки микроэлектродов, если мы говорим о мозге, могут остаться какие-то части экспериментальных аппаратов и так далее. Все это, естественно, нужно удалить, потому что в дальнейшем при уже секции материала, при резке, это может сильно ее затруднить, ну и, конечно же, испортить в том числе и ножик вашего микротома. Таким образом, микродиссекция, подготовка образца к фиксации и дальнейшей обработке. Фиксация. Цель фиксации, в принципе, понятна. Это сохранить максимально хорошо прижизненную структуру нашего образца. Что может ее испортить? Ну, во-первых, собственно, биохимический процесс. Понятно, что как только мы остановили нормальные биохимические процессы, в клетке или в ткани начинается ее разрушение, ну, как минимум, если еще разрушения нет, то гипоксия и ее следы – это то, что мы можем исследовать вместо нормального строения. Таким образом, если бы у нас был какой-то идеальный фиксатор, то он должен остановить все происходящие биохимические процессы моментально. Следующее. Многие ткани содержат в себе ферменты, которые могут разрушать белки и другие биологические молекулы. И, естественно, нам нужно остановить эту ферментативную реакцию. Более того, если ткань достаточно долго хранится, нам нужно, естественно, избежать разрушения ткани инородными организмами, бактериями, грибами и так далее. Нам бы хорошо сохранить при этом еще объем и размеры нашей ткани, потому что если, скажем, наша ткань будет сильно уменьшаться, увеличиваться, более того, если она это будет делать неоднородно, какие-то части будут увеличиваться или, наоборот, сжиматься больше, другие меньше, то в дальнейшем проводить какие-то численные измерения будет уже сложно. Дополнительные цели фиксации – это уплотнение ткани для обработки микротомии, чтобы с ней было легко работать. Например, ткань мозга без фиксации очень мягкая и очень легко повредить. После фиксации в том же самом формалине с ней уже можно работать достаточно легко, хотя и достаточно аккуратно. Нам нужно уплотнить коллоидные включения. Если нас интересует, например, коллаген, то фиксация должна в том числе сохранить и его. Если есть какие-то водорастворимые еще у нас, макромолекулы, которые нас интересуют, тоже нужно приложить усилия, подобрать фиксатор таким образом, чтобы они остались после фиксации на месте. Ну и, соответственно, сделать клеточные компоненты, тогда получается все, которые у нас есть, нерастворимыми. И в некоторых случаях дополнительно можно еще получить оптическую дифференцировку частей образца. После фиксации образец может лучше разделяться по своей анатомии. Нам может проще его после этого сориентировать, проще найти области, которые мы заинтересованы для изготовления срезов. Варианты фиксации. На самом деле всего два варианта у нас есть. Это физическая фиксация, замораживание, например. Естественно, если мы очень быстро заморозим, то такое изменение температуры решит практически все проблемы. Биохимические процессы при низкой температуре идти не будут. Автолис, естественно, идти не будет. Расти ни грибы, ни бактерии там не смогут. Объем и размеры блока. Вот здесь есть некоторая проблема. Вода, к сожалению, при замерзании образует кристаллы. Поэтому, естественно, при таком способе фиксации, если не предпринимать специальных каких-то ухищрений, микроструктура ткани будет разрушена. Ну, мы поговорим о том, как этого избежать. Уплотнение коллоидных включений, конечно же, здесь не происходит. Клеточные компоненты становятся на данный момент во льду нерастворимыми, никуда не деваются, ну и птической дифференцировки, естественно, здесь нет. Второй вариант физической же фиксации. Нагрев. Например, при изготовлении пищи очень часто мы получаем тепловую донатурацию белков. И то же самое, наша тепловая обработка решает практически все те же самые проблемы. Биохимические процессы мы останавливаем. Мы делаем нерастворимыми клеточные компоненты. Мы останавливаем лизи с тканей возможной. Мы, естественно, при нагреве избегаем роста бактерий, грибов и так далее. С размером и объемом блоков тут есть некоторая проблема. Так же, как и с уплотнением коллоидных включений. В случае яйца, конечно же, белок очень хорошо уплотняется. Его структура сохраняется. Хотя, понятно, что этот белок уже дентурированный. То есть, в принципе, физическими методами очень много проблем может быть решено. Ну и, естественно, химическая фиксация. То же самое консервирование продуктов разными способами. Например, при пользовании уксуса или засаливание продуктов. Или использование каких-то других веществ. Может приводить к, как называемой, химической фиксации. Но, как хорошо видно из этой картинки, после химической фиксации объект не всегда представляет из себя подобие полное исходного объекта. Однако, в принципе, если мы будем использовать подходящие вещества, мы можем получить все те же требуемые от фиксации параметры. Давайте попробуем для химического фиксатора. Так как они все-таки в гистологии применяются чаще всего, создать некоторое техническое задание. Какой бы фиксатор мы хотели иметь в своем репертуаре, чтобы можно было его использовать. Ну, прежде всего, нам бы хотелось, чтобы он не приводил к артефактам. И нам нужно на этом остановиться чуть-чуть поподробнее. Что мы под этим подразумеваем? Мы подразумеваем, что фиксатор не должен менять размеры ткани. Что он не должен приводить к переуплотнению или растрескиванию частей нашей ткани. Потому что дальше мы не сможем с ней работать. И, например, примером такого объекта, сложного для работы, может являться глаз. Там есть несколько тканей с очень разной плотностью. И подобрать фиксатор, который бы позволил абсолютно хорошо зафиксировать все эти ткани, сложно. Естественно, мы хотели, чтобы наш фиксатор не мешал последующим методам окраски. То есть, позволил нам использовать какую-то гистологическую окраску, не изменяя характера воспределения. Либо оставил достаточную иммуногенность нашей ткани для иммуногистохимии, иммунофлуоресценции. Либо оставил сохранными нуклеиновые кислоты для флуоресцентной инсиду гибридизации. Нам бы хотелось, чтобы фиксатор очень быстро, в идеале моментально, мог проникнуть в ткань и фиксировать все вещества без их экстракции из ткани. Потому что, представим, что у нас фиксатор, который мы используем, например, спирт. Естественно, он проникать будет в ткань, обводненную медленно. Естественно, он будет убирать воду, собственно говоря, для чего он и нужен. Но при этом вместе с водой он будет убирать многие водорастворимые вещества и очень многие вещества, растворимые в спирте, например, те же самые липиды. И, естественно, после этого исследовать, например, липиды или некоторые вещества, которые были вымыты спиртом, будет уже невозможно. Отдельное требование, если мы используем методы флуоресцентной микроскопии, вещество, которое мы используем для фиксации, не должно само приводить к автофлуоресценции ткани. То есть не должно добавлять автофлуоресценцию, кроме той, которая у нас уже есть. Следующее, что должен сделать идеальный фиксатор. Он должен сделать ткань химически устойчивой для дальнейшей обработки, чтобы все растворы, которыми мы пользуемся, в дальнейшем не приводили к разрушению ткани. Он должен достаточно хорошо уплотнять ткань для дальнейшей проводки, микротомии, но, естественно, без переуплотнения, чтобы потом у нас блок не крошился. Ну и должен быть удобным. Что такое быть удобным в нашем понимании? Прежде всего, нам бы хотелось, чтобы прямо в этом же растворе фиксатора мы могли нашу ткань хранить долго, годами. Нам бы хотелось, чтобы такой фиксатор был недорогим, потому что если этот фиксатор стоит очень дорого, то, конечно, мы его использовать для всех наших процедур не сможем. Желательно, чтобы он был совместим с автоматической проводкой. Как мы дальше увидим, существует целый класс приборов, которые нам очень сильно упрощают жизнь, которые автоматически либо переносят из раствора в раствор нашу ткань, наши блоки или кассеты с тканью, либо меняют жидкости, необходимые для обработки, вокруг этой ткани в какой-то емкости. Ну и понятно, что в данном случае есть целый ряд веществ, которые будут несовместимы с автоматической проводкой. Например, хлороформ, он практически любой пластик очень сильно разрушает, растворяет и, конечно, с автоматической проводкой несовместим. Например, соли ртути, которые очень хороши и удобны для многих вариантов фиксации, хотя сейчас от соли ртути, конечно же, уже уходят, ввиду сложности с их утилизацией, с тем, что они ядовиты. И понятно, что соли ртути с металлом себя ведут очень плохо. Например, некоторые соли металлов, такие как, например, сульфат, сульфид, цинка, который тоже может использоваться, хлорид, цинка, в силу своей коррозионности не может быть совместим с некоторыми вариантами автоматической проводки. Ну и так далее. Перечислять здесь можно долго. Хотелось бы, чтобы наш фиксатор был пригоден к утилизации, чтобы нам не приходилось заказывать специальную компанию для их утилизации, не платить за это деньги. Или же, что еще лучше, к повторному использованию. Например, чтобы мы могли просто перегнать получившиеся у нас израсходованные фиксаторы, получить его опять новым. Ну и для России быть безопасным, негорючим, не содержать прикурсоров, ну и контролируемых веществ. К сожалению, метанол у нас теперь, как знаете, является сильнодействующим ядовитым веществом, подлежит контролю, этанол. Ну, в общем, к сожалению, сейчас, конечно, достаточно сложно работать в лаборатории, требуется учет многочисленных вот этих вот веществ, без которых мы не можем. Ну и давайте посмотрим, что у нас при этом возможно. Если у нас есть некое такое ТЗ для идеального фиксатора, то давайте сравнивать с этим техническим заданием различные фиксаторы, которые у нас есть. Физическая фиксация, которая дентурирует образец, уменьшая растворимость его, нагревание, кипячение или микроволновая обработка, в принципе, достаточно хорошо подходит под перечисленными пункты. К артефактам. Ну, опять же, если небольшой блок, то не сильно приводит. Ткань химически устойчивая, конечно, фиксация такая не всегда делает, с исключением нагрева. Нагрев, в принципе, может приводить, охлаждение нет. Достаточно уплотнять ткань может. В криостате мы можем резать такую ткань достаточно легко, если охлаждаем. После нагрева, если произошла коагуляция ткани, тоже можем. Ну, и в удобном, в принципе, так, конечно, удобен. В случае замораживания мы, на самом деле, делаем для образца недоступным воду. И подробнее мы об этом поговорим в лекции о криотомии. Ну, и дальше еще один вариант такой фиксации после заморозки – это криосублимация. Когда после заморозки образца мы удаляем под вакуумом воду, оставляя только сухую часть образца, при этом сохраняя многие водорастворимые вещества по месту, где они у нас и должны были бы быть. Каким способом возможна следующая фиксация – химическая? Да, мы сейчас поговорим через некоторое время подробнее о веществах, использующихся для химической фиксации. Но, как можно фиксировать в таких растворах, есть несколько вариантов. Первое, самое простое – это погружение. Вы просто взяли блок, который вы вырезали, вы его поместили в этот раствор, возможно, добавили, например, микроволновую обработку, которая с 70-х годов прошлого века известна. Она улучшает достаточно значимо качество фиксации за счет локального нагрева, за счет улучшения диффузии. Кроме этого, при погружении можем использовать вакуум, чтобы, например, убрать из наших образцов воздух, который, естественно, будет мешать фиксатору работать. Например, если мы захотим фиксировать ткань легких или если мы захотим фиксировать, опять же, ткань мозга, которая у нас была вынута из животного, и, например, в желудочках у нас теперь воздух, то понятно, что через этот воздух фиксатор будет проходить гораздо хуже. Если мы приложим вакуум, причем переменный, то его будем добавлять, то будем убирать, то, скорее всего, за счет расширения вот этого воздуха мы его сможем из нашей ткани убрать, за счет чего фиксация будет проходить быстрее и более полно. Второй вариант фиксации – перфузии. Многие наши органы имеют сосуды кровоснабжения или имеют собственные полости, и мы можем использовать вот эти имеющиеся в норме полости наших органов для фиксации через них. Например, через кровеносные сосуды есть возможность использования специального аппарата для фиксации, скажем, через сердце, интракардиально. Таким образом, мы можем взять наше животное, маленькое, лабораторное, мы можем использовать последовательность из нескольких жидкостей. Первую жидкость, например, можем взять физраствор и добавить туда гепарин, чтобы уменьшить свертываемость крови. Таким образом, мы сможем вымыть кровь, форменные элементы, и после этого добавить туда же, по этой же трубочке, под тем же самым давлением, уже фиксатор, например, формалин забуференный. Более того, можем добавить еще третью банку, если нам потребуется, и добавить сюда фиксатор, например, сахароза, если мы хотим дальше использовать криотомию для нашего животного. Таким образом, фиксатор будет уже находиться на месте, внутри тех органов, которые мы будем из нашего животного брать на анализ. Естественно, фиксация происходит не моментально, поэтому после того, как фиксатор оказался на месте, ему еще нужно некоторое время, то есть нужно будет дофиксировать ткань. Но, тем не менее, фиксация, если сравнивать, будет весьма приличная. Вот фиксация, мозг без фиксации, мозг, который был фиксирован под действием перфузии, но идущей просто под гравитацией, с небольшим давлением. Вот перфузия с нормальным давлением, используя специального аппарата. Как видите, все форменные элементы крови из мозга были вымыты. Ну и, соответственно, размеры практически не изменились. Фиксация, если потом посмотреть на срезы, будет очень хорошей. Последний вариант фиксации, который возможен, это фиксация в парах фиксатора. Чаще всего это используется при фиксации тетроксидом осмия. Иногда есть вариант также работать с формалином и акролиином. В специальном мешочке просто подвешиваете небольшие, здесь уже могут быть только очень маленькие кусочки ткани, в пробирке, например, в 50-миллилитровом фальконе, где внизу у вас налита ваша фиксирующая жидкость. И за счет ее испарения тетроксид осмия очень хорошо испаряется, формальдегид вообще газ, акролиин тоже достаточно легко испаряется. И он будет за счет этого проникать в ваши ткани, которые вы здесь использовали для фиксации, и фиксировать их. Таким образом, химические фиксаторы в основном работают за счет того, что уменьшают растворимость компонентов нашего образца. И есть два основных типа фиксаторов. Первый тип фиксаторов – это так называемые коагулирующие фиксаторы, то есть фиксаторы, которые просто убирают воду, делают ее недоступным, за счет чего все, что у нас есть внутри нашей ткани, внутри наших клеток, выпадает в осадок. Примеры таких фиксаторов – это, например, спирт. Понятно, что белки, если мы от них уберем водную оболочку, дегидратируем их, они станут нерастворимы, они выпадут в осадок, соответственно, в растворе спирта белки будут у нас в виде осадка. Ацетон, некоторые другие растворители. На самом деле, например, сильный солевой раствор. Если мы возьмем, к примеру, хлорид аммония, то тоже можно использовать его в качестве такого коагулирующего фиксатора. Ну и понятно, что мы часто используем это при давлении пищи. Та же самая соленая рыба, которая может достаточно долго храниться, которая не происходит уже дальнейшего разрушения. Вот пример использования такого коагулирующего фиксатора в быту. И второй большой класс химических фиксаторов – это так называемые кросс-линкерные фиксаторы. То есть фиксаторы, которые сшивают наши отдельные небольшие биологические молекулы в какую-то такую одну большую в идеале макромолекулу. Понятно, что большая макромолекула не может раствориться в воде. За счет этого снижается их растворимость, и мы можем эти структуры сохранить по месту, сделать их недоступными для ферментов. Ну, собственно, где ферменты просто даже прификсировать. Вариант таких фиксаторов наиболее часто – это, например, формалин. Иногда используются другие альдегиды, например, глутаровый альдегид. Это троксид осмия и некоторые другие вещества. Но они отличаются потому, что именно они фиксируют. Потому что, например, то же самое формалин или глутаровый альдегид в основном будет фиксировать белки. Причем по абсолютно некоторым аминокислотным остаткам. В основном по лизинам. Троксид осмия, например, будет фиксировать липиды, причем ненасыщенные, там, где есть двойная связь. И за счет этого они будут оставаться в нерастворимом состоянии. То есть не будут вымываться, например, спиртом. Давайте посмотрим более подробно на работу типичного кросслинкерного фиксатора, который используют очень часто в гистологии формальдегида. Фиксация происходит между созданием ковалентной связи, между молекулами, между белками, или участками даже, на самом деле, одного и того же самого белка. В принципе, это такое теоретическое описание. На самом деле, как сейчас уже стало понятно, фиксация происходит не только за счет образования вот такой вот ковалентной шивки через метиленовый мостик, но и просто за счет того, что сюда пришивается только одна часть нашего метиленогликоля, на самом деле, потому что формалин в воде именно его и образует. И если у нас будет белок, которым будет пришита даже только такая часть, этот белок уже будет сильно денатурирован. Он уже будет нерастворим. Ну, а если где-то рядом останется еще и пептидная связь с NH-группой, то сформируется вот такой вот метиленовый мостик. Это уже необратимая получится реакция. И вместо двух отдельных белковых молекул у нас теперь одна молекула, шитая таким мостиком. Предположим, у нас где-то есть еще одна белковая молекула, у нас опять получился такой же метиленовый мостик, еще одна молекула, еще одна. Ну, и в идеале практически все белки у нас могут быть сшиты вот в такую сеть. Естественно, они станут нерастворимыми. А какие аминокислоты могут использоваться, остатки аминокислоты для такой фиксации? Ну, лизин, аргинин, аспарагин, глутамин. При этом, если говорить про аспарагин, глутамин, через амидные группы, естественно. Тирозин через гидроксил, в принципе, может так же. Но в основном это все-таки лизины. Какие еще фиксаторы могут работать схожим образом? Ну, альдегиды, понятно. Тоже самое глютаровый альдегид. У него на самом деле два альдегида, это две такие группы, которые могут участвовать в связи белков, поэтому шивка может идти еще более активно. Ахлоральдегидрат, глиосаль сейчас используется как заменитель формалина, потому что считается, что он более безопасен. Но глиосаль используется чаще всего с микроволновым излучением, потому что сам по себе он не очень хорошо фиксирует. Некоторые соли металлов, хлорид ртути, цинк, тетроксид осмия, но тетроксид осмия, я уже говорил, используется для липидов. Ну и давайте посмотрим, почему на самом деле столько разных вариантов фиксаторов. Мы с вами поговорили, что у нас есть коагулирующие, мы поговорили о кросслинкерных, в чем разница. Давайте посмотрим на коагулирующий фиксатор, типичный представитель, этанол. Фиксирует он уже, как мы говорили, за счет изъятия воды из оболочки водных белков, после чего белки дентурируют, выпадают в осадок. На самом деле таких коагулирующих фиксаторов можно назвать много. Другие спирты, метанол, бутанол, изопропанол, ацетон, трихлоруксусная кислота, уксусная кислота, пикриновая кислота. Ну и если мы сделаем окраску наших препаратов, например, стандартный гематоксилин и азин, то мы сможем увидеть, что есть некоторая разница в сохранности тканей. С одной стороны у нас изображение после фиксации в забуферном формалине, стандартный фиксатор, универсальный, подходит почти подо все, но, опять же, как любая универсальная вещь, имеет свои изъяны. Ну и второй вариант, та же самая ткань кишечная, фиксированная просто в 96% этаноле. Посмотрите на разницу между этими двумя тканями. Во-первых, в случае фиксации в спирте некоторые компоненты нашей ткани были просто-напросто удалены, и мы их с вами здесь увидеть не можем. В то же самое время в фиксации в формалине у нас все осталось более-менее классически, мы это все с вами видим. То есть произошла частичная экстракция определенных веществ. Кроме того, посмотрите, как сжались ядра, насколько это все стало меньше. В то же самое время в формалине ядра остались более-менее одинаковыми. Однако, обратите внимание на краску, в данном случае, иозина. У нас красная краска иозина, насколько она лучше и ярче в фиксации спиртом. И насколько она становится чуть хуже, темнее и не такая красивая в окраске в забуфинном формалине. Почему? На самом деле, эта окраска точно так же использует NH-группы, которые находятся в наших белках. Но часть из них мы с вами уже заняли при помощи формалина. И, естественно, сродство этой краски к этой ткани, к белкам этой ткани стало меньше. То есть, как видите, есть некая разница между двумя вариантами фиксации. Ну и, конечно, в зависимости от ткани, в зависимости от ваших задач, нужно выбирать одну или другую фиксацию и быть готовым к тому, что одна и та же ткань будет выглядеть по-разному при разных условиях фиксации. В связи с этим, нам нужно поговорить еще о параметрах фиксации, которые мы можем контролировать. Ну, первый параметр, который мы можем контролировать – концентрация фиксатора. В идеале, если мы возьмем очень большую концентрацию фиксатора, у нас фиксация пойдет быстро. Но что это означает? Предположим, что у нас есть некий образец, и мы положили в фиксатор, который фиксирует очень быстро. Фиксатор успел проникнуть только вот на такую небольшую глубину, после чего он очень хорошо зафиксировал внешнюю часть нашего объекта. Понятно, что проникновение свободного фиксатора теперь через эту оболочку, зафиксированную внутри объекта, будет затруднено. И следующая часть фиксатора сможет проникнуть внутри объекта уже через очень долгое время. Опять же, она здесь зафиксирует следующую часть нашего объекта и так далее. То есть, если у нас будет очень высокая концентрация фиксатора, в большинстве случаев, если фиксатор еще достаточно быстро работает, мы уплотним внешнюю часть нашего объекта, и фиксатор не сможет проникнуть внутрь нашего объекта. То есть, мы получим хорошую фиксацию по краю объекта и очень плохую в глубине. Следующая переменная – отношение объема фиксатора к объему ткани. Очень важный параметр. Никогда не берите это соотношение меньше, чем 1 к 20. Почему? Во-первых, фиксатор расходуется. Если мы берем какой-то кусочек ткани, то вот этот формалин используется на фиксацию нашего образца. Во-вторых, какая-то часть нашего образца может диффундировать фиксатор. И если мы теперь положим в одну баночку несколько различных образцов, ну, собственно говоря, возможно, то, что мы будем иметь некую контоминацию одного образца другим. И чтобы фиксация прошла хорошо, чтобы избежать этого неприятного момента, считается, что 1 к 20 – это минимум. В некоторых работах пишут 1 к 50 и более. Ну, 1 к 20 – будем считать, что это как бы минимально допустимо. Температура фиксации. Здесь, опять же, можно говорить о некотором компромиссе. С одной стороны, если мы будем использовать маленькую температуру, понятно, химические реакции при низкой температуре идут медленнее. И, в принципе, при низкой температуре мы можем обеспечить с вами проникновение фиксатора чуть глубже. Но, с другой стороны, уменьшается и диффузия с уменьшением температуры. И считается классически, что, например, для формалина лучше использовать температуру комнатную для нормальной фиксации. С другой стороны, если вы, например, уже сделали перфузию, и формалин уже находится внутри ваших тканей, которые вы хотите использовать для исследования, то, наверное, тут можно как раз сделать температуру поменьше. 1 к плюс 4 на, скажем, 12 часов. Но, опять же, зависит от ткани, которую вы исследуете. Время фиксации. Это очень хорошо исследовалось еще в прошлом веке. И есть до сих пор доступная статья, которая говорит о том, как можно рассчитать примерное время фиксации для разных фиксаторов и тканей. Видно, что в данном случае у нас есть некий коэффициент k, который для каждого фиксатора свой, и корень квадратный из времени. Что это означает? А это означает, что если мы хотим увеличить размер ткани вдвое, то понятно, что время фиксации у нас будет гораздо сильнее увеличиваться. d в данном случае – это глубина проникновения фиксатора в ткань. Предположим, что мы хотим профиксировать кубик ткани размером 1 квадратный сантиметр. У нас везде 1 сантиметр. Для фиксатора возьмем формалин 10%. И тогда мы можем посчитать это по формуле. Для формалина это будет 5. Это значение. Извините, мы хотим профиксировать вот этот блок. Соответственно, если у нас сантиметр, то внутренне нужно на 5 миллиметров, чтобы это проникло. Тогда у нас d будет получаться равно 5. К мы можем взять из этой статьи. Это будет 0,78. Ну и корень квадратный из t. Время. Мы можем посчитать эту формулу в обратном направлении. t у нас тогда будет равно 5 делить на 0,78. И это еще в квадрате. То есть где-то, 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 где-то примерно 40 часов нам будет необходимо, чтобы вот такой блок, 1 сантиметр со всех сторон у нас хорошо профиксировался. Если же мы с вами блок этот увеличим в 2 раза, здесь будет уже не 5, а 10, ну, можно посчитать, во сколько у нас увеличится время. И обратное тоже справедливо. Давайте мы этот блок, например, разрежем всего лишь в одном направлении. И у нас будет 1 на 1 на 0,5. Тогда проникнуть нам нашей ткани нужно будет всего на 0,25 сантиметра, то есть на 2,5 миллиметра. Поставив под эту формулу, мы видим, что время фиксации мы очень сильно с вами уменьшили. Конечно, вот это k для разных фиксаторов будет различаться. И его можно найти для стандартных фиксаторов в этой статье. В принципе, в интернете можно найти для других фиксаторов. И примерно прикинуть время фиксации. Опять же, это теоретическая прикидка для разных вариантов образца, для разных вариантов ткани. Немножечко это будет различаться. Таким образом, с размером мы с вами тоже разобрались. Желательно, чтобы он был не очень большой. Смолярность раствора. В идеале нам нужно приготовить раствор, чтобы он был такой же осмолярности, как и растворы, которые мывают нашу ткань. Почему? Если осмолярность будет сильно различаться, клетки у нас уже мертвые во время фиксации. И они не способны регулировать количество поступающих внутрь воды, если, скажем, содержание солей в клетках больше. И наоборот, если у нас фиксатор имеет большую осмолярность, то вода из клетки будет выходить, и вокруг клеток будет образовываться такое гало. Особенно хорошо это видно на тканях мозга, когда вокруг некоторых нейронов образуются такие, как бы, впадинки белые облачка, когда просто нейрон, например, большой, какой-нибудь клетка БЕЦА, уменьшилась в размерах за счет неправильно подобранной осмолярности. PH раствора. Здесь мы должны будем обсудить отдельно для каждого фиксатора. Но некоторые фиксаторы плохо работают в кислой среде. Некоторые фиксаторы образуют в случае закисления среды так называемые пигменты или некие вещества, обладающие окраской, которые нам могут мешать. Но в некоторых случаях для некоторых протоколов мы, наоборот, можем захотеть уменьшение времени работы фиксатора, чтобы он работал хуже. За счет чего мы можем позволить этому фиксатору, пока он работает плохо, проникнуть внутрь ткани, а потом уже изменить мерпаж, чтобы у нас вся ткань зафиксировалась хорошо. Ну и если мы говорим о фиксаторах, в некоторых случаях мы используем не просто одно вещество, например, формалин, а некую смесь с использованием дополнительных веществ. К примеру, таким дополнительным веществом может являться фенол, который удобен для некоторых плотных тканей. Он уменьшает их переуплотнение при фиксации. К примеру, очень хорошо это работает с тканями глаз. Для всяких хрящей тоже бывает полезно. Плюс мы можем ускорить фиксацию с использованием перемешивания или пониженного давления. Пониженное давление еще позволяет убирать пузыри воздуха из ткани и микроволнового излучения. Таким образом, как видите, у нас есть несколько вещей, которые мы обязательно должны с вами соблюсти. Концентрацию фиксатора мы должны использовать такую, чтобы у нас не было переуплотнения по краю препарата, чтобы у нас профиксировалось целиком. Отношение объема фиксатора к ткани 1 к 20 это минимально. С температурой мы еще с вами поговорим. Ну и, конечно, некоторые дополнительные действия, типа перемешивания аккуратного и микроволнового излучения, могут нам добавить, улучшить качество фиксации и нашей ткани. Ну и самый классический фиксатор это формалин. Мы уже о нем начали с вами говорить. И, в принципе, понятно, что это фиксатор, который работает с созданием ковалентной связи вот этого вот самого метиленового мостика. И, опять же, из последних статей известно, что на самом деле не все молекулы формалина образуют такой метиленовый мостик. Многие из них прицепляются только к одному белку ковалентно. С одной стороны, не шивая их вдвоем, но это уже дентурирует белок. И вот эта часть реакции обратима. На этом основаны некоторые методы демаскинга антигенов. То есть обращение этой реакции для того, чтобы восстановить иммуногенность ткани для методов иммуногистохимии, иммунофлюоресценции. При этом, так как фиксируются только белки, то если нет группы, которая может использовать для ковалентной связи в данном случае, то вещества, не имеющие такой группы, будут вымываться. Особенно, если они водорастворимы. Или если мы будем использовать потом при обработке, например, спирта или ксилола, они растворимы в этих веществах, то вымываться будут в этих веществах. Конечно, если есть аминогруппы, например, на липидах, есть такая группа липидов с аминогруппой, они могут быть прификсированы. Остальные липиды будут в случае обработки, например, в спиртах вымыты. Водорастворимые соединения, например, полисахарида какие-нибудь, тоже будут вымыты. Так как фиксация идет не очень быстро, то в принципе и некоторые другие вещества тоже могут быть потеряны при такой фиксации. Что такое формалин? Формалин – это насыщенный раствор формальдегида, газообразного вещества, в воде. Причем, если мы будем говорить о нормальных условиях, то это может быть, в зависимости от разных статей, где-то от 37 до 40% газа может быть растворено в 100% воды. И вот от этого раствора, который теперь приравнивается, вот это вот место, где очень часто можно запутаться, вот эти 37% приравниваются к 100%, но теперь уже формалину. Используется 10% этого раствора для создания фиксатора. То есть мы пересчитаем на массу и будем для упрощения считать, что это 40 единиц формальдегида на 100 единиц воды. То по массе в случае приготовления такого формалина соотношение будет такое. Если же мы говорим о используемой концентрации для фиксации, то это будет 4 к 100 единицам воды. Однако формалин чаще всего лучше готовить из так называемого параформальдегида. Это его состояние, когда он становится полимером. По весу здесь то же самое можно сделать. И 4% раствор параформальдегида – это то же самое, что 10% раствор формалина. Ну и то же самое, что 4% раствор формальдегида, то есть газа в воде. Если вы будете готовить формалин из параформальдегида, он будет у вас чистый, не окисленный, но требуются некоторые усилия, чтобы его приготовить. Во-первых, реакция полимеризации формалина формальдегид, она обратима. И смещается эта реакция в сторону растворения и депарамелизации в случае, если у вас среда нейтральная или слегка щелочная. Поэтому для того, чтобы лучше растворялось, можно добавить несколько капелек натрия в воду, и тогда растворение пойдет гораздо быстрее. Если вы планируете хранить ваш формалин, то чтобы он не выпадал в осадок при обычных условиях, можно добавить немножечко метанола. И, опять же, эту реакцию сместить в сторону деполимеризации. Естественно, при приготовлении формалина вы можете поставить на ночь смешалкой в термостат, скажем, 40-градусный, чтобы это растворение произошло быстрее. Не стоит долго держать формалин в высокой температуре, потому что он начнет окисляться, и у вас будет образовываться муравьиновая кислота. Муравьиновая кислота, естественно, будет заменять pH вашего раствора, закислять его. Ну и образование кислоты будет смещать вашу реакцию в сторону полимеризации. Поэтому обычно формалин не используют в таком сыром виде, а добавляют к нему какой-то буферный раствор, чаще всего фосфатный буфер, для того, чтобы поддерживать pH в таком уровне, чтобы не происходило выпадение формалина в осадок после полимеризации, чтобы концентрация оставалась той же самой. Ну и опять же, закисление, к сожалению, не всегда бывает полезно. Почему буфер еще нам нужен? Потому что формалин, в случае, если он кислый, и действительно есть рецепты фиксации, используем кислого формалина, с некоторыми тканями образует осадок, так называемый формалиновый пигмент, особенно если у вас произошел, например, лизис крови, из-за чего-то в вашей ткани, то, конечно, тогда будет образовываться коричневый пигмент, который, в принципе, можно удалить, но если у вас будет, скажем, правильный pH, то удалять его не придется. Итак, с формалином самая большая неприятность – это то, как его пересчитывать. И формалин – это 37, или по другим данным, 40% раствор формальдегида в воде. Это 100% формалин. Его можно приготовить из параформальдегида, и используется в основном для фиксации 10% раствор формалина, или 4% раствор параформальдегида, что, в принципе, одно и то же. Какие есть недостатки у формалина? Ну, мы же говорили, что он фиксирует только белки. И в некоторых случаях может фиксировать малочисленную группу липидов, у которых есть также аминогруппа. При низких значениях pH может формировать вот такой вот коричневый пигмент. Особенно, если у вас образец не был отмыт от форменных элементов крови, он будет очень хорошо виден. В принципе, этот пигмент можно убрать, например, пикриновой кислотой, растворённую в спирте. Можно аммиаком на спирту или карбонатом лития. Формалин является подтверждённым канцерогеном, он летучий, поэтому работать с ним нужно осторожной вытяжки. Естественно, после обработки формалином, кислыми красителями, которые имеют раствор к NH2 группам, препарат у вас будет гораздо хуже прокрашиваться, потому что многие из них уже заняты метиленовыми мостиками либо вот этой вот эльдегидной группой. Естественно, при такой шивке или формировании этих мостиков или неполной фиксации, часть эпитопов, которые могли быть использованы для иммуногистохимии, будет закрыта. Таким образом, иммуногенность ткани у вас будет сильно уменьшаться при работе с формалином. К счастью, есть возможность частичного компенсации этого процесса и, в принципе, препараты с полиомом формалином пригодны для иммунофлюресценции, иммуногистохимии. Ещё одна неприятность. Формалин, так как он не полностью образует эти мостики, да, у нас есть вот та часть, которая только на один белок квалентно садится, она, к сожалению, образует промежуточные вещества, которые сами по себе хорошо флюоресцируют. И таким образом вы на вашей ткани добавляете так называемую индуцированную фиксацией автофлюоресценцию. Предположим, что вы просто зафиксировали некую ткань и смотрите её под флюоресцентным микроскопом на канале, к примеру, флюоресцина или какого-нибудь другого флорохрома. Ткань ничем не окрашена, и вы видите вот такую картинку. Если вы снимете спектр флюоресценции, то увидите, что он очень широкий, во-первых, что неприятно. Во-вторых, имеет пик в самой полезной части нашего спектра. Вот 520 у нас, 540 и 560 нанометров. То есть вот эта часть занята автофлюоресценцией. Таким образом, если вы захотите работать с каким-то флорохромом, вам придётся либо уходить тогда в инфракрасную область, где гораздо меньше будет автофлюоресценция, либо брать гораздо больше сигнала, чтобы перекрыть эту автофлюоресценцию, либо каким-то образом её удалять. Есть методы удаления этой автофлюоресценции, я и не расскажу. Но если вдруг так получилось, что вам нужно, чтобы на вашем препарате абсолютно точно не было никакой автофлюоресценции, то придётся использовать другие фиксаторы. И последнее. Практически все фиксаторы могут менять структуру некоторых ультраструктур или микроструктур, если хотите, некоторых клешных компонентов. Например, если мы говорим про формалин, то микротрубочки на ультрауровне будут значительно изменять свою структуру. С другой стороны, если мы будем брать какой-нибудь другой фиксатор, например, метанол, то у нас актиновые ферламенты будут очень хорошо разбираться и так далее. А с формалином вот есть такая, к сожалению, неприятность. Некоторая часть необходимых вещей, которые нужно рассказать, касается безопасности работы с формалином. Понятно, что в наших лабораториях мы все с ним работали достаточно неаккуратно, но так как формалин теперь является подтверждённым канцерогеном, более того, он ещё контактный сенсизатор, то есть если у вас есть склонность к аллергии, то в дальнейшем у вас может выработаться склонность на аллергию, на всё, что имеет отношение к формалину и похожим альдегидам. Поэтому необходимы адекватные средства индивидуальной защиты, как минимум вытяжной шкаф, желательно ещё респиратор. При этом вытяжка лучше на самом деле специальная гистологическая, которая тянет вниз, есть так называемая нижняя тяга, которая позволяет работать хорошо с гистологическими препаратами. Естественно, сейчас меняются стандарты по выбросам, поэтому если вы будете создавать такую гистологическую лабораторию, вам нужно будет продумать специальные фильтры для поглощения формальдегида. Чаще всего используется алюминиевая стружка для этого. Естественно, формальдегид нельзя сливать в канализацию без деактивации. Чуть-чуть расскажу про то, как это можно сделать. И ещё одна неприятность, так как у нас чаще всего под вытяжкой хранится всё, что может давать вредные пары, в том числе и такой прикурсор, как соляная кислота, то, если они находятся рядом, будет формироваться так называемый бисхлорметиловый эфир, БЦМЕ. Возможно, вы это сокращение видели, особенно его любят им пугать, когда говорят о возможности образования раковых опухолей. Вот это соединение как раз и формируется в случае, если у вас формалин и соляная кислота будут стоять рядом. Поэтому желательно в лаборатории их разносить по разным вытяжным шкафам, по разным местам хранения и так далее. Как можно деактивировать формалин для того, чтобы можно было его сливать в канализацию? Есть несколько протоколов и есть коммерческие наборы, которые содержат в себе в основном полиэтиленамин, мочевину, кислую среду. Понятно, что вряд ли мы сможем себе позволить купить такие наборы, но, к счастью, для формалина и только для него, другие вещества так нельзя легко деактивировать, его можно превратить в муравьиную кислоту и углекислый газ, если использовать обычный гипохлорид натрия. Здесь расчеты приведены, сколько этого отбеливателя нужно, насколько формалина и сколько времени использовать. И после этого, в принципе, можно сливать его в обычную канализацию, потому что муравьинная кислота, она, в принципе, не опасна. Но обратите внимание, еще раз обязательно это скажу, что подходит такой способ всех фиксаторов только для формальдегида. То есть, например, вылить также безнаказанно глютаровый альдегид или акролиин после такой обработки будет нельзя. То есть, это только такой вариант. Ну, в принципе, можно еще отдавать его на переработку. Есть компании, занимающиеся переработкой именно формальдегида, если вы работаете, например, в каком-то медицинском учреждении. Ну, и рецепты нескольких фиксаторов и объяснение различий между ними. Наиболее часто используемый такой классический фиксатор – это нейтральный забуферный формалин. Здесь приготовить его можно из 100% формальдегида, то есть 40% формалин, либо, здесь у меня, к сожалению, ошибка, соответственно, это 40 будет грамм парформальдегида на 100 мл. 900 мл дистиллированной воды. Ну и, как видите, вот это рецепт обычного фосфатного буфера. При этом pH лучше всего делать в районе от 7,2 до 7,6. В старых книгах писалось 6,8. Ну, в принципе, вот это вот подходит лучше. Более того, для некоторых тканей, например, для ткани мозга, лучше pH 7,4. Время фиксации небольшого образца, скажем, сантиметр на сантиметр, на полсантиметра, от 12 до 24 часов. Это самый универсальный фиксатор. Образование пигмента здесь минимально за счет того, что pH ближе к нейтральному. Хранить можно достаточно долго ткань прямо в этом фиксаторе. Конечно, происходит уплотнение ткани, и годами хранить, наверное, не стоит. Более того, если хранить в таком фиксаторе ткань, вы все-таки решите, наверное, лучше ее убирать на плюс 4 в холодильник. Но в любом случае, достаточно продолжительное время фиксации в таком фиксаторе возможно, и можно ткань в нем оставлять на большее время, чем 12-24 часа для большинства тканей. Следующий фиксатор – это так называемый цинкоформалин. Изначально он был как замена фиксатора с использованием ртути. Оказалось, что добавление хлорида сульфата цинка или в некоторых случаях используют еще хлорид цинка улучшает результат иммуногистохимической обработки. Не совсем понятно, с чем это связано, но вот фиксатор такой, где используются соли цинка, он почему-то меньше портит иммуногенность ткани, почему-то в нем лучше работает потом иммуногистохимия, иммунофлюоресценция. Время фиксации, опять же, небольшого образца может быть несколько меньше, 4-8 часов. Ну и, конечно, для некоторых тканей он будет предпочтителен. Опять же, самый универсальный фиксатор – это забуферный формалин. Дальше мы поговорим о нескольких фиксаторах, которые будут иметь какие-то плюсы. В данном случае плюс – это иммуногистохимия, иммунофлюоресценция, которая будет идти лучше. Следующий фиксатор – кальций формалин. В некоторых случаях мы хотим сохранить часть липидов. И кальций формалин, как видите, здесь используется хлорид кальция, позволяет частично сохранить некий класс липидов, так называемые фосфолипиды, например, средиалхолин, средиалинзитол и так далее, для дальнейшей обработки тканей, если вы хотите с ними работать, если вам нужно их окрашивать. Еще один фиксатор достаточно универсальный, который можно сравнить с тем же самым забуфером формалином в качестве универсальности – это жидкость Буэна. Чем он хорош? Он хорош для нежной ткани, для эмбриональной ткани, для эндокринных желез. И, как видите, здесь, кроме формалина, есть еще два компонента – раствор пикриновой кислоты и ледяной уксусной кислоты. Ну, понятно, что ледяная уксусная кислота у нас теперь прикурсор, поэтому можно ее просто развести до значений, после чего она не будет прикурсором, хранить в таком виде, но пересчитать, правда, придется вам тогда этот раствор на правильное значение. И будет некоторая проблема с подбором концентрации пикриновой кислоты, потому что здесь, видите, насыщенный раствор используется. Пикриновая кислота здесь тоже должен сделать замечание. Как помните, это нитрофенол, взрывоопасен, то есть хранить его нужно специальным образом, не допускать, чтобы он высыхал. Если вдруг у вас на банке образовались вот эти желтые кристаллики, не стоит ее открывать. Тем не менее, этот раствор чем хорош? Во-первых, он сохраняет гликоген. Тот водорастворимый компонент, который в обычном фиксаторе у нас просто пропадет. Он лизирует эритроциты. Хорошо ли это или плохо? Вопрос в зависимости от того, что вы хотите исследовать. В многих случаях это хорошо. Он подходит для некоторых сложных окрасок гистологических, трихромных, пентохромных. Но готовить его нужно непосредственно перед использованием. Потому что если его смешать заранее и, скажем, оставить в таком состоянии, он будет гораздо хуже работать. То есть лучше хранить отдельные части этого раствора и смешивать уже непосредственно перед работой. Хорошо фиксирует эмбриональную ткань, эндокринные железы, другие нежные, деликатные ткани. Но здесь нельзя в этом растворе, к сожалению, хранить бразец долго. Почему? Он медленно, так как здесь кислота есть, удаляет из тканей кальций, железо и другие элементы. И более того, пикриновая кислота делает ткань желтой. То есть, в принципе, вам потом необходимо будет пикриновой кислоты отмываться. Отмыться от пикринки можно при помощи 70% этанола, перед тем, как вы будете окрашивать ваши препараты. Чаще всего, все равно, будет такой этап. Ну и за счет этого вы пикриновую кислоту сможете убрать вот эту желтую окраску. Что хорошо у жидкости Буэна? Почему она хорошо применяется для эмбриональной ткани? Она не вызывает существенные изменения размеров ткани и существенное его переуплотнение. Вот, как ни странно, укусная кислота, которая отдельно как раз будет вызывать переуплотнение ткани, изменение размеров, в случае такого фиксатора, как раз таки уменьшает эти нежелательные эффекты. Таким образом, наверное, второй по распространенности фиксатор, это вот жидкость Буэна после нейтрального забуферного формалина. Еще используется фиксатор, чаще всего, правда, для электронной микроскопии, так называемый фиксатор Корновского. И здесь, кроме параформальдегида или формалина, посмотрите, здесь у нас другая концентрация, добавляется еще глутаровальдегид, который гораздо быстрее сшивает белки, он, к сожалению, меньше проникает в ткань, но зато лучше сохраняет ультраструктуру. Поэтому, естественно, применяется в основном для электронной микроскопии. Понятно, что для такого фиксатора блок должен быть небольшой, сантиметра здесь уже профиксировать нормально не получится. И глутаровальдегид, чем хорош, он еще фиксирует ДНК, фосфолипиды, коллаген, в общем, много других биологических молекул будет также зафиксировано. Есть и минусы. Он очень сильно деформирует структуру белков, много сшивок, и поэтому значительно уменьшает иммуногенность. После такого фиксатора проводить иммунофлюресценцию, иммуногистохимию достаточно сложно. Если будем говорить еще о иммунофлюресценции, то еще одна проблема. Используемый глутаровальдегид очень-очень-очень сильную автофлюресценцию дает. То есть после него, если не применять специальных методик, смотреть ткань напрямую будет сложно. Желтый-зеленый спектр будет полностью занят автофлюресценцией. Ну и последнее, блок должен быть небольшой, потому что проникновение в образец у данного фиксатора очень неглубокое. Следующий фиксатор, который иногда используется, фиксатор, который уже будет в своем составе иметь хлорид ртути. Опять же, использование ртути под большим вопросом сейчас, потому что понятно, что на здоровье оказывает ртуть явно негативное влияние, плюс открытый вопрос, как утилизировать потом фиксаторы. Напомню, что фиксаторы повторно использовать нельзя. Любой фиксатор, он расходуется во время обработки ткани, и после этого его, конечно, нужно утилизировать. Тем не менее, этот фиксатор, смесь Хели, очень хороша для костного мозга. Но есть и ряд проблем с ним, кроме ртуть. Посмотрите, здесь в рецепте остается, опять же, формалин. Здесь остается сульфат натрия, добавляется дихромат калия. И неприятность, которая имеется, что этот фиксатор можно хранить в виде двух компонентов. Первый компонент – вот это, второй компонент – вот это. И смешивать их нужно непосредственно перед изготовлением, перед использованием. Время фиксации небольшое, не больше 24 часов. И хлорид ртути, несмотря на все свои плюсы, дает пигмент, который нужно отмывать со срезов перед окраской. При этом, если у вас, например, блок профиновый долго пролежал, отмыть этот пигмент будет уже очень сложно. Поэтому, может быть, имеет смысл отмываться от него как-то даже раньше. Ткань хранить в таком фиксаторе нельзя. После фиксации нужно промыть вашу ткань в воде и хранить в 70% этаноле в дальнейшем, перед, скажем, дальнейшей обработкой. Тем не менее, очень хорошими фиксаторами для костного мозга сохраняет иммуногенность ткани, можно дальше работать и имеет свое использование. Есть еще один интересный фиксатор, который можно было бы, наверное, назвать таким третьим фиксатором, используемым в медицине. Это фиксатор Кларка. Очень простой фиксатор. Этанол и уксусная кислота. Опять же, чтобы избежать неприятностей с тем, что ледяная уксусная кислота у нас прекурсор, можно его изготовить сразу же в такой смеси, чтобы не иметь здесь проблем. Этанола просто взять чуть-чуть побольше. Для чего этот фиксатор удобен и почему используется? Он хорош для фиксации срезов с криостата или мазков крови. То есть, вот вы сделали тонкий срез, нефиксированной ткани или мазок крови. Быстренько в этот фиксатор его поместили. Фиксация, может быть, на препарате, на срезе очень быстрая. Он сохраняет нуклеиновые кислоты. Естественно, так как этанол экстрагирует липиды. И две вещи, которые здесь очень удобны. Во-первых, фиксация для тонких таких срезов быстрая. Главное, не передерживать по времени, иначе все будет очень плохо. И так как здесь уже есть этанол, то после этого вы можете ваш препарат сразу же переносить 95% на этанол. По протоколу, если вам нужно окрашивать, скажем, в красках спирта растворимых. Или если вы хотите проводить как-то ваш блок дальше. Следующий фиксатор, которым нужно сказать, он наиболее известен тем, кто работает, например, с лимфатической тканью, с тканью кроветворной. Это фиксатор, так называемый, B5. И, к сожалению, замены для него нормальной нет. Есть несколько коммерческих смесей без ртути, которые претендуют на то, что они могут фиксатор заменить. К сожалению, по отзывам пользователей не все так хорошо. Поэтому поговорим об этом фиксаторе классическом. Здесь используется, к сожалению, хлорид ртути. От него здесь никуда не деться. Ацетат натрия не проблема. Формалин. И точно так же нам нужно раствор этот готовить непосредственно перед использованием. То есть вы храните вот такой раствор стоковый. Вы храните отдельно формалин. И в дальнейшем вы смешиваете 2 к 20 раствор формалина и стоковый раствор, получая фиксатор. Время фиксации небольшое. Больше 8 часов лучше не передерживать. Идеально подходит для лимфатической ткани. Хорошо сохраняет ядра. И хорошо подходит для специальных окрасок. При этом достаточно хорошо сохранится иммуногенность. То есть для иммуногистой химии этот фиксатор тоже хорош. Так как у нас здесь есть хлорид ртути, опять у нас образуется пигмент, который нужно отмывать со срезов перед окраской. И нельзя хранить в таком фиксаторе. То есть так же как со всеми фиксаторами с хлоридом ртути. После фиксации промываем в воде и храним уже в 70% этаноле. Опять же замены этого фиксатора пока без хлорида ртути достойного нет. Фиксатор, который используется чаще всего при работе с растительной тканью. Если мы говорим о ткани растения, то это фиксатор номер один. FAA. Это фиксатор, в котором используется формалин, ледяная уксанная кислота и этанол. Время фиксации небольшого растительного образца до 24 часов. Опять же это фиксатор выбора именно для растительных тканей. Животные ткани не так хорошо фиксируют. И можно улучшить фиксацию, добавив, если вам позволяет ваш протокол, небольшое количество твина 20 или тритона сотого. Что позволит немножечко подразобрать мембраны и ускорить фиксацию. На самом деле, некоторое время в этом фиксаторе можно образцы похоронить. Если поставить на плюс 4, ну, наверное, несколько недель растительные образцы такой фиксатор выдержат. Еще один плюс. При этом убирается окраска многих объектов собственная. То есть, например, если у вас есть хлорофилл, он в таком фиксаторе становится бесцветным. Можно после этого с тканью хорошо работать. Опять же, фиксатор выбора номер один, но для растений. Ну и, можно ли назвать это отдельным фиксатором? Вопрос, конечно, ацетон. В некоторых случаях, если вы хотите быстро зафиксировать монослой клеток или какой-то криосрез, можно использовать просто охлажденный до плюс 4 градусов 100% безводный ацетон. Время фиксации очень быстрое, 5-10 минут всего лишь. Понятно, что качество фиксации, так как это фиксатор коагулирующий, не очень хорошее. То есть, структура клеток, ультраструктура сохраняется очень плохо. Но у него есть один очень-очень большой плюс. Он не индуцирует автофлюоресценцию. То есть, в отличие от фиксаторов, которые используют различные варианты, например, формальдегида или глютарова альдегида или других альдегидов, этот фиксатор не дает собственной автофлюоресценции. Он сохраняет многие ферменты. Если вы хотите на срезе потом посмотреть, оценить реакционную активность некоторых ферментов, фосфатазы, липазы и так далее, они остаются живыми. То есть, он подходит для гистохимии. К сожалению, удаляются многие липиды, теряется коллаген. Ну и как все фиксаторы коагулирующего типа, размер образца достаточно сильно меняется. Поэтому такой вариант выбора, если вам нужно либо полностью убрать автофлюоресценцию, либо сохранить реакционную активность ферментов, либо очень быстро зафиксировать вашу ткань по каким-то соображениям. Конечно же, фиксаторы, которые мы говорили, это, скажем так, наиболее часто используемые. Для каких-то определенных применений могут использоваться другие фиксаторы. И есть целая группа веществ, которые добавляются в фиксаторы для придания им определенных свойств. Ну, буферные системы, фосфатный буфер, беркокодилятный или другие буферные системы, сохранение PH. Здесь нужно, конечно, сказать про одну неприятность. Многие буферные системы нужно отмывать перед тем, как вы будете использовать высокие концентрации спирта. Например, фосфатный буфер, если вы сразу же перенесете ваш образец в 90% спирт, просто-напросто выпадет в осадок. У вас в ткани будут мелкие кристаллики фосфатов, что, конечно, нарушит и качество ткани, и будет мешать резке. Поэтому, например, с фосфатным буфером и со многими другими сливыми буферами необходимо начинать проводку, скажем, с 70% или даже 50% спирта, для того, чтобы фосфат успел раствориться в объеме. И, опять же, объем для проводки этих спиртов убрать минимум в 20 раз больше образца. Следующий тип веществ, которые добавляются, это разные соли. Хлорид натрия, например, аммония или какие-то другие вещества, которые регулируют осмомолярность вашего раствора. Ну и улучшение связывания металлов, в данном случае, например, хлорида ртути, с аминогруппами. Сульфат аммония, калий, фосфорное кислое и так далее, они стабилизируют белки, после чего будет возможно лучше проводить, например, иммунку. Танины иногда используются, они делают нерастворимыми белки, что, собственно говоря, сильно мешает, например, пивоварам. Если они делают пиво, то он получается с осадком, но для нас это может быть хорошо. Плюс танины некоторые связываются с липидами и тоже их сохраняют. Сахароза. Улучшает сохранность ферментов, улучшает сохранность фосфолипидов, и мы ее будем использовать в качестве криопротектора. Вещество, которое уменьшает образование кристаллов. Льда в препаратах, то есть при фиксации, либо просто замораживанием физическое, либо фиксации, совмещенной химической и физической, для работы на криостаде. Некоторые соли металлов, хрома, осмия, это фиксация ненасыщенных липидов. Возможно, троксид осмия такой классический вариант. И более того, он может работать еще и как специфическая окраска на липиды. Вот посмотрите, срез мозолистого тела, видны милинизированные аксоны. Ну и так как в милинизированных аксонах у нас много липидов, многие из них являются, например, те же самые с дилхолиной ненасыщенными, то вот черная окраска вокруг отдельных милинизированных волокон, это как раз тот самый осмий, который был связан с этими липидами. И зафиксировал их, помешав им растворяться с одной стороны, с другой стороны еще и окрасил. Уксная кислота. Отдельно как фиксатор ее лучше не использовать, но если ее использовать совместно с другими фиксирующими агентами, она может противостоять съеживанию материала. В принципе, сюда можно добавить еще такие вещества, как, например, фенол, который будет уменьшать переуплотнение материала. Ну и, опять же, этот список не является исчерпывающим, это, скажем так, для объяснения, что еще может быть добавлено. Естественно, все эти вещества могут использоваться, и тогда, кроме рассмотренных фиксаторов классических, которые мы с вами обсудили, есть еще целый набор фиксаторов специальных для определенных тканей, для определенных животных, для определенных методов дальнейшей обработки тканей. Какие рекомендации можно дать по фиксации материала? Ну, во-первых, фиксировать сразу после извлечения. Постмортальный интервал должен быть минимизирован. Чем он меньше, тем лучше у вас будет дальнейшая работа. Например, некоторые рецепторы, рецепторы, например, к эстрогену, очень быстро разрушаются, и, конечно, тогда постмортальный интервал очень сильно будет влиять на то, сможет ли вообще что-то потом увидеть. Если вдруг фиксация невозможна, то нужно остановить процессы деградации просто охлаждением до, скажем, плюс 4 градусов. Замораживать нельзя, потому что при этом будут образовываться кристаллы льда, и ультраструктура ткани повредится, но вот такое охлаждение позволит продлить время, когда у вас будут сохранны еще ваши белки, но отсрочить время наступления самой по себе фиксации. Если вы вдруг работаете с, скажем, человеком или даже с дикими животными, то здесь нужно учесть возможность опасности свежей нефиксированной ткани. Как вы помните, любая ткань человеческая или из таких источников считается, возможно, инфицированной, и с ней нужно работать со всеми предосторожностями. Нельзя позволять ткани до фиксации и во время фиксации высыхать, потому что высыхание, тоже удаление воды, тоже вариант фиксации, но со значительным повреждением микроструктуры ткани. Нужно быть очень аккуратным при манипуляциях с тканью, то есть не пережимать, не давить ее какими-то инструментами, потому что это будет влиять на микроструктуру. Обязательно вместе с вашим образцом не поленитесь поместить небольшую бирочку. Если нет специальных бирок, то можно сделать просто обычную бумагу, на которой написать обычным карандашом, ни в коем случае не химическим, ни ручкой. И вот такая вот бумажка с обычным карандашом, прицепленная к вашему блоку, либо к марлечке, в которой блок лежит, она выдерживает все фиксаторы практически, практически всю обработку, и дальше вы ни в коем случае уже не перепутаете ваш образец с какими-то другими образцами, потому что надпись на банке может смыться, наклейка отклеится, а если внутри банки есть вот такой вот небольшой бумажный ярлычок, он уже никуда не денется. Опять же, вы видели, что выбор фиксатора вещь нетривиальная, в основном мы пользуемся забуфевым формалином, если у вас нет других каких-то требований, но правильный выбор фиксатора для дальнейшей обработки позволит получить лучшие результаты. Нам нужно создать условия, чтобы фиксатор равномерно проникал со всех сторон. Что это означает? Ну, во-первых, мы с вами говорили, что соотношение объема фиксатора к нашему образцу 1 к 20 минимально. Плюс, если мы образец положим вот таким образом, и нижняя часть окажется контактирующей со стаканом, понятно, что в данном случае будет со всех сторон проникать фиксатор, кроме нижней стороны. И фиксатору понадобится больше времени, для того, чтобы такую ткань профиксировать. С другой стороны, если вы подвергите вашу ткань, например, в мешочке, то проблему у фиксатора в такой мешочек со всех сторон проникнуть не будет. Или, если вы будете слегка покачивать этот стакан с вашей тканью из стороны в сторону, делать какое-то очень аккуратное перемешивание, изменение давления можно сделать, микроволновое излучение или еще что-то, оно позволит этому нашему образцу переворачиваться внутри этой баночки, и тем самым фиксатор будет проникать со всех сторон. Опять же, если есть возможность использовать перфузию или диссекцию органа, да, несомненно. Адекватное время фиксации. Здесь более-менее понятно несколько вещей. Ну, во-первых, мы с вами посмотрели, как можем посчитать, на какую глубину фиксатор проникнет за какое время. Понятно, что для некоторых фиксаторов хранить ткань прямо в фиксирующих растворах уже нельзя. Нужно переносить, например, 70% спирт. Температура. Адекватная температура для фиксации, для большинства образцов, формалине комнатная. Если вы потом храните в формалине ваши образцы долговременно, ну, плюс 4. Ну, и последнее. Растворы для некоторых методик нужно готовить непосредственно перед фиксацией, они портятся. И повторное использование фиксатора, оно невозможно. В силу нескольких причин, как то расходование образца и возможность контоминации следующих образцов веществами из предыдущего образца. Кроме фиксации, в некоторых случаях для некоторых тканей необходим процесс декальцификации, то есть удаления кальция. Понятно, что в случае костей у нас его будет достаточно много, но в некоторых случаях в тканях образуются кальцификаты в ответ на внешнее воздействие. И их тоже нужно убирать. Резка таких образцов, если кальция будет оставаться, естественно затруднена. И можно проводить процедуру удаления этого кальция. Если у вас небольшая кальцификация, она может быть убрана кислотами уксусной, пикриновой или, например, муравьиной кислотой. Помните, некоторые фиксаторы, о которых мы говорили, содержат эти вещества в своем составе. Таким образом, просто инкубация в этих фиксаторах уже способна слабую кальцификацию убрать. Если же у нас кальцификация сильная, то после фиксации мы можем использовать ряд веществ. Во-первых, кислоты. Ашхлор, муравьиную, уксную, пикриновую, точно так же азотную, лимонную. Во-вторых, можем использовать хилаторы кальциевые, например, ЭДТА или ЭГТА. И совсем в некоторых случаях сложных можем использовать еще электрофорез, который позволит нам убрать кальций гораздо быстрее. Это делается сразу же после фиксации, потому что если мы будем декальцифицировать ткань нефиксированную, структуру мы потеряем, ну а в дальнейшем будем уже делать проводку ткани и убрать кальций будет затруднительно. Давайте теперь попробуем посмотреть, что мы можем с тканью после фиксации сделать. И какие ткани можем использовать для получения срезов с разных микротомов. Ну, обычный микротом нам можно использовать только с тканью, которая заключена в какую-то среду. В большинстве случаев это парафин, и это 95% времени, это обычная заливка парафин. Раньше была популярна для некоторых образцов ткани заливка в целый един. К сожалению, она имеет свои минусы, требуется достаточно специальный протокол, можно делать только тонкие срезы, поэтому сейчас заливку в целый един, ну, наверное, только для некоторых нейробиологических исследований, может быть, еще используют. Тем не менее, появились дополнительные пластики, Ларвайт, Техновит, которые можно использовать для такой резки, для получения тонких срезов, например, срезов толщиной 1 микрон, 5 микрон и так далее. Есть еще водорастворимые пластмассы, ПЭК, ну, кстати, метилметокрилат, Техновит, да, это одно и то же на самом деле. И вот такие образцы, залитые в твердую среду, можно использовать для обычной микротомии комнатной температуры. Для криостатировающего микротома можем использовать фиксированную замороженную ткань, несомненно. Мы можем использовать некий криопротектор, например, ту же самую сахарозу, и после этого фиксированную ткань после пропитки в сахарозе замораживать, при этом не будет образовываться кристаллов льда. И мы можем фиксированную ткань заливать специальную матрицу, метод Каламото-Сана, я про этот метод расскажу подробнее, он позволяет получить в криостате очень тонкие срезы, в некоторых случаях меньше 2 микрон. И более того, позволяет резать очень твердые образцы, вплоть до целиком лабораторных животных или отдельных зубов, в том числе зубов, достаточно хорошо минерализированных. Ну и одним из важных достоинств криостата является то, что кроме этого он может фиксированную ткань резать и может резать нефиксированную замороженную ткань. Мы можем нашу ткань зафиксировать при помощи физического метода замораживания и после этого провести ее резку на криостате. Вибротом. Можем работать, опять же, с фиксированной тканью. Фиксацию мы только что рассмотрели. Но может быть, то, что достоинство вибротома это нефиксированная ткань, в том числе и живая, и без заморозки, с сохранением всех свойств иммуногенности. Ну и если нам вдруг понадобится микротомировать ткань на очень тонкие срезы, такое бывает нужно не только электронной микроскопии, но и гистологии, то нам придется использовать ультрамикротом или ультратом. И ткань у нас должна быть мало того, что фиксирована, еще залита в специальные эпоксидные или метакрилатные среды. Чаще всего оралдит, ипон и так далее. И есть еще метод такой Аши-Сана, который примерно так же, как для криостата, использует сахарозу, пропитку сахарозой, для того, чтобы можно было вот так вот тонко нарезать образцы. Ультратом в нашем курсе мы не рассматриваем. Это будет в отдельном курсе по электронной микроскопии. Но понятно, что фиксацию мы для этого метода с вами рассмотрели. Давайте попробуем подвести для этого некий итог, как мы будем работать с тканью для стандартной заливки в парафин. Я уже говорил, что это 90, например, 5 и более процентов времени при работе в лаборатории. И первую часть мы с вами уже рассмотрели. Это фиксация. После фиксации нам нужно наш образец каким-то образом заключить в специальную среду, на которой мы сможем с вами резать наш блок. Это, к примеру, то же самое, пускай будет парапласт или пускай это будет какой-нибудь парафин. Но парафин с водой у нас с вами не смешивается. Поэтому напрямую взять наш фиксированный блок и поместить его в парафин мы, к сожалению, не можем. Таким образом, нам нужно прежде всего избавиться от воды. И на этой схеме вниз мы будем идти, у нас будет белый цвет. Это отражает количество воды в препарате. Ноль. Скажем, полностью обводим на препарат. Дальше. Понятно, что спирт обычный этиловый плохо смешивается с тем же самым парафином. Поэтому нужна некая переходная среда, например, ксилол или в случае мозга лучше использовать хлороформ либо какие-то другие переходные среды, например, можем использовать вообще вместо этанола изопропиловый спирт, который частично смешивается с парафином. Иногда этот процесс еще называют просветлением. Почему? Многие из этих веществ имеют тот же коэффициент преломления, что и ткань. И ткань в них становится действительно такая, ну, конечно, непрозрачная, но апплисцирующая, что ли, если ее назвать. Поэтому иногда еще вот этот вот этап переходной среды называют просветлением. Дальше заключение в среду. В данном случае мы пока будем говорить о парафине. Ну, опять же, есть техновид и другие вещи. Ссылку на протокол по техновиду и на ролик, как режутся такие среды, я размещу ниже к видео. Можно будет посмотреть более-менее подробно. После этого у нас будет лекция отдельная по микротомии, каким образом мы делаем срезы, какие возможны проблемы с этим. И понятно, если мы собираемся теперь наши образцы окрашивать, очень небольшое количество красок можно было бы использовать напрямую с парафином. И нам нужно наш образец либо довести до спирта, есть некоторые краски спирта растворимые, либо до воды, то есть регидратировать. По восходящей батарее вначале мы будем использовать вещество, которое распоряет парафин, это может быть ксилол, это может быть другие вещества, их заменяющие. Дальше спирты, вода, после этого мы производим окраску, будь то иммунофлюресценз, иммуногистохимия, все что хотите. И если мы говорим о стандартном дальнейшем пути препарата для гистологических окрасок, нам нужно опять препарат дегидратировать. Почему? В воде препарат будет казаться мутным из-за того, что коэффициентное сломление воды и препарата различается. Плюс в воде препарат не может долго храниться, рано или поздно какой-нибудь биологический объект там замечательно поселится и будет наш препарат разрушать. Таким образом, две проблемы. Первое, коэффициент преломления, второе, сохранность препарата. И у нас есть некоторое количество веществ, обладающих, во-первых, соответствующим коэффициентом преломления, например, тот же самый канадский бальзам, который в свое время использовался для склейки стекол, в том числе для оптики, или сейчас чаще используются различные вещества, которые называются гистомаунт какой-нибудь, DPX и им подобное. И тогда нам, конечно, нужно будет провести наш препарат опять же до безводного состояния, потому что канадский бальзам, он хорошо растворим в ксилоле, но он совершенно не растворим в воде. Тем не менее, наш окрашенный препарат, если мы теперь дегидратируем, доведем до абсолютного спирта, дальше через просветляющую среду, мы уже с вами говорили, почему она оказывается просветляющая, к самопреломлению такой же, мы можем теперь наш препарат пропитать, например, канадским бальзамом или каким-то другим уже синтетическим средством, с которым заключить препарат под покровное стекло. При этом еще один плюс, что многие из этих сред, опять же то же самое канадский бальзам, они застывают, тем самым превращая наш препарат в постоянный. То есть, как видите, движение нашего препарата многократный переход из водной среды в среду максимально безводную и обратно. Тем не менее, с использованием некоторых подходов, например, криостата или вибротома, мы можем сильно упростить себе задачу, убрав вот эту вот часть заключения в парафин и необходимость дегидратации, повторной регидратации, вот у нас микротомия будет здесь. Конечно же, есть недостатки у криостатирующего микротома и вибротома, мы о них поговорим, тем не менее, дальше можем напрямую после фиксации наш срез использовать для окраски, например, гистологической, либо иммунофлюресценции, иммуногистая химия, чего хотите, и дальше два варианта. Либо мы все-таки идем дальше на постоянный препарат при помощи заключения в, например, тот же самый канадский бальзам, или можем не уходить сильно из водной среды, использовать для заключения 80% глицерин. Наиболее часто используется 80% глицерин для флюресцентных исследований, так как многие флорохромы в безводной среде не очень хорошо флюресцируют, их нельзя использовать в таком виде. Таким образом, использование клеостата или вибротома могут нам сильно уменьшить время, необходимое для получения препарата, хотя, конечно, качество препарата при этом будет меньше. Но давайте вернемся к стандартному протоколу с использованием замещения воды на спирт с переходной средой, с заключением в уже парафин, и давайте посмотрим, какие при этом протоколы можно использовать. Понятно, что для каждой ткани, для каждого образца, да более того, в каждой лаборатории есть некоторые модификации таких протоколов, поэтому я дам некий усредненный протокол для маленьких блоков, быстрый протокол, и протокол для тканей, которые очень чувствительны к правильной проводке. Мозг, эмбриональная ткань, ткань глаза. Быстрый протокол в основном любят использовать в медицинских учреждениях, потому что время, затрачиваемый на такой протокол, может быть достаточно небольшим, за один рабочий день можно получить уже залитый в парафин блок, более того, даже его порезать и покрасить. Здесь первые этапы это фиксация, всего за два часа фиксация происходит в случае опять же протокола медленного, фиксация здесь не упомянута, и дальше мы идем уже после фиксации с фиксированным образцом на отмывку прежде всего от например буфера. Посмотрите, у нас здесь этанол и формалин, при этом формалин можно взять уже с меньшим количеством буфера, чтобы отмыться от фосфатов, чтобы дальше при проходе ниже у нас не было выпадающих осадок солей фосфора. в быстром протоколе мы в дальнейшем делаем через этанолы обезвоживание, здесь обезвоживание мы делаем тоже через этанолы, но гораздо плавнее, плюс в некоторых случаях для тканей склонных к переуплотнению мы можем добавить 4% фенол. Следующий этап просветление, у нас есть здесь всего лишь два ксилола для просветления, в этом же протоколе у нас это сделано гораздо более сложно, во-первых, смесь спирта с касторкой, чтобы не использовать абсолютный спирт, чтобы не было переуплотнения, дальше касторка, касторка хлороформ, хлороформ, и вот на самом деле еще хлороформ с парафином, это все можно назвать этапом просветления. И следующий этап пропитка парафином, здесь он достаточно быстрый, но тут нужно обратить внимание на вот это время, которое будет находиться в ксилоле, и более того, в горячем парафине. Ткань здесь очень хорошо сохнет, и если эту часть протокола передержать, то ткань начнет крошиться, будет плохо резаться, в общем, здесь, к сожалению, нужно для каждого типа ткани отработать протокол, он может быть с этим временем, идеален для почки, но для легкого, например, может быть уже избыточен. В случае с медленным протоколом здесь используется хлороформ, который, как ни странно, предотвращает вот такое переплотнение ткани. И здесь наиболее важным этапом, где желательно не задерживаться, будет этап хлороформ парафина и парафина. Более того, в медленном протоколе, если мы теперь будем говорить уже про заливку, давайте возьмем следующий цвет, вот заливка у нас форма, смотрите, здесь мы использовали парафин достаточно горячий, 60-ти градусный. Здесь, так как ткани более нежные, мы используем 56 градусов и нужно брать именно парафин, тогда получается, условно говоря, легкоплавкий, который может при 5-6 градусах быть достаточно жидким. Ну и последний этап, который у нас остался, это, собственно говоря, заливка формы либо в кассеты, либо в специальные формы для того, чтобы сформировать блок, пригодный для микроатомирования. Давайте посмотрим теперь на эти этапы и на возможные ошибки, которые здесь могут быть при такой проводке. Ну, прежде всего, например, мы этап пропустили дегидратации и у нас образец оказалось, что содержит достаточное количество воды. Понятно, что парафин с водой не смешивается и то, что мы с вами получим, это вот такой вот блок, который при расправлении на воде будет как бы растворяться. Плюс в совсем уже запущенных криминальных случаях вы видите у нас парафин как бы вываливается, то есть он к нему не прицеплен. Он плохо режется, мнется. Чаще всего бывает ситуация, что по краю он очень хорошо пропитался и края препарата режутся хорошо, а центр препарата как раз не режется, он слишком мягкий. Ну и на водяной бане тогда в случае такого препарата в центре где-то будет всплывающаяся вот такая дырка. Следующее, что может быть обратная ситуация. Образец может быть передержан в дегидротирующих жидкостях, в дегидротирующих жидкостях, может быть передержан в парафине, может использоваться слишком горячий парафин, и образец переуплотнился. И тогда после того, как вы образец порежете, его резать будет сложно, он будет крошиться, вы получите вот такую картинку, где у вас очень много трещин, пустых мест внутри препарата. В принципе, есть варианты, как можно попытаться такой препарат спасти, но лучше, конечно, отработать протокол вначале на какой-то кусочке ткани, не очень важном, подобрать время, которое вы будете и температуру парафина использовать, и ксилол. Это два места, где переуплотнение особенно хорошо выражено. Возможно, здесь придется как-то менять тогда протокол. Теперь, сама по себе заливка, мы еще о ней поговорим более подробно в следующих лекциях, когда дойдем до работы с парафином и с микротомом. Есть несколько моментов, если вы работаете с кассетами. Кассета это будет использоваться и как держатель вашего блока в микротоме. Поэтому, если у вас будет слишком мало парафина в кассете, у вас блок может немножечко отклеиться и как бы держаться на вот такой вот трещинке парафиновой. Тогда срезы в микротоме у вас будут идти через один, блок будет плохо держаться на кассете, иногда отваливаться. Если же вы сделаете слишком много парафина, вам будет очень сложно закрепить такую кассету. Опять же, блок будет слишком высоко над кассетой расположен, у вас будет еще парафин, и вот только он, и соответственно срезы тоже будут получаться плохо. И тогда нужно будет использовать правильное количество, мы об этом еще поговорим, парафина. следующее. Следующая проблема которая может быть здесь использовать нужно для заливки объем ванночки, объем кассеты или углубления, которые у вас есть в форме для заливки, достаточное, чтобы края блока из парафина не выступали, потому что иначе при резке они будут выкрашиваться, они будут плохо сохраняться, ммяться, в общем, заранее нужно подумать о том, чтобы размер блока еще при фиксации был подходящим под вашу кассету и в обратном случае, чтобы кассета у вас была подходящая под ваш размер блока. Ну, предположим, мы хорошо порезали наш образец, мы еще поговорим о том, как это сделать. Следующий этап, который у нас будет, это окраска. Опять же, по окраске наверное, будет отдельная лекция, но сейчас мы рассмотрим наиболее распространенный вариант классической гистологической окраски, так называемую рутинную окраску, это гемотексильный эозин. Все остальные варианты окраски, которые окрашивают не все ткани, а какие-то определенные их части, это так называемые специальные окраски. Ну, из специальных окрасок какие можно назвать? Трихрома различные, менсонагомория, малория и так далее, пентахромы, окраски, которые позволяют окрасивать липиды, масляный красный, например. Окраски, которые являются аналитическими реакциями на железо. Прусский синий, например. Окраски, которые выявляют амилоиды, конго красный, плюс поляризационная микроскопия. Для медицины особенно важны различные окраски, которым выявляют возможные патогены. Например, бактерии, например, грибы. Для клеточной стенки грибов окраска по гридле хорошо видна. В некоторых случаях интересуют полисахариды. Есть, соответственно, специальные окраски на гликоген. И если мы говорим о нервной системе, то тут есть уже не окраска, а так называемая импрегнация, загрузка нейронов солями серебра, импрегнация по Гольджи. Ну, и окраска на вещество нисля для нейронов. Это гликопротеины и анаплодотический ретикулум, это крезиловиолетовый, в некоторых случаях тулудиновый и синий. Если мы говорим о растительных тканях, то тут тоже есть окраски специализированные. Например, колозу можно покрасить анилином голубым и использовать филюцентную микроскопию на танины. Можно использовать окраску с веществами, такими как дмака или ванилином. и, соответственно, они будут окрашивать тогда находящиеся в растениях проантоцинедины, танины и так далее. Каким образом окраска, в данном случае рутинная, работает? И что такое краска гистологическая? Маличство красок это некие органические соединения с ароматическим кольцом, которые похожи на окраски для обычного текстиля. Например, для джинсов, для окраски каких-то тканей из того же самого хлопка, к примеру. и окраска это взаимодействие молекулы, которую мы с вами используем, окрашенной. В общем, это взаимодействие может быть совершенно различное. Это может быть ионное взаимодействие, квалентная связь, корриденционная связь, гидрофобно-гидрофильное взаимодействие с определенными химическими группами в образце. Чаще всего в качестве таких групп выступают карбоксильные группы, аминогруппы, фосфор в составе ДНК и так далее. Сразу же важное замечание. Цвет это ни в коем случае не физический феномен, это феномен восприятия. И более того, один и тот же самый цвет, который мы видим, может формироваться совершенно разным спектром. И подробнее мы поговорим об этом в лекции по микроскопии. Тем не менее, можем разбить молекулу красителя на несколько частей. И краски, если мы говорим о обычных нефлюицентных красителей, это вещества, которые избирательно поглощают часть длинн волн из спектра. То есть представим, что у нас есть некий спектр какой-то лампы. Здесь у нас будет длина волны, здесь будет интенсивность. И спектр нашей лампы выглядит как-то, например, вот так. То краска, она может из этого спектра только вычесть какую-то часть или вычесть несколько частей спектра. За счет чего вместо белого света, как было бы, если бы вся вот эта часть была бы у нас видна, вместо белого света мы получим свет, в котором вот эти вот длинный волн были убраны. И за счет этого у нас свет уже будет окрашенным, нам казаться, каким-то цветом. Так вот, составим молекулы красителя можно выделить, собственно говоря, хромофор. Это та часть молекулы, которая издает цвет. НО2, хиноновые кольца, гетероциклы очень часто поглощают в видимом диапазоне спектра и достаточно узко. Вторая часть нашего красителя, то, что будет называться ауксохромом, это то, что задает селективность нашего красителя, позволяя ему при помощи различных взаимодействий связываться с какими-то группами наших молекул интересов в образце. Ну и в некоторых случаях можем с вами использовать модификатор. Чаще всего это соли некоторых металлов. Никель, хром, кобальт, к примеру, часто используются. Иногда более экзотические соли. Они за счет связи с хромофором могут менять цвет молекулы. Например, сдвигать ее поглощение в какую-то сторону. Чаще всего в красную. И, соответственно, сдвинув вот это поглощение, можем получить для нашей молекулы другой цвет, более, скажем, нам удобный для окраски. Теперь, если мы будем говорить с вами о тех группах, которые обеспечивают селективность, мы можем разделить краски, например, по их сродству кислым и основным структурам внутри нашей клетки. Что у нас внутри нашей клетки есть кислая? Ну, во-первых, у нас с вами, если мы будем так говорить, опять же, нужно сделать небольшое замечание о некоторой путанице терминологической. Это название кислой и основной красок и кислых и основных молекул в составе нашего образца. Таким образом, если у нас есть, к примеру, структуры основные, то есть щелочные с NH2-группами, то краситель, который их будет красить, будет называться кислым красителем. Ну, и классический пример такого кислого красителя это эозин. Вот такая некая мясномер, если хотите. Краситель у нас кислый, но красить он тогда будет как ни странно основное соединение в нашей клетке. и, соответственно, обратное, верно, основный краситель у нас будет красить кислые структуры внутри клетки. Ну, например, нуклиновые кислоты, какие-то белги богатые больше COOH группами и так далее. Ну, и, соответственно, основный краситель будет красить структуры, которые будут называться базофильными. То есть, структурами, которые любят основные красители. А кислый краситель будет красить структуры, которые будут называться ацидофильными или иногда, так как применяется иозин, иозинофильными. Плюс, еще одна путаница в названии компонент, иногда некоторые красители называют нейтральными. При этом такой нейтральный краситель это на самом деле не краситель, который нейтрален с точки зрения кислотности. Это краситель, который содержит оба компонента. И соответственно окраска у вас может быть различной в зависимости от того, какой компонент этот краситель окрасил. И так, кислые красители будут красить нам основные структуры. Основные структуры будут окрашены кислые бесцветные. Типичный представитель эозин, эзенофильная структура. Цвет, скажем так, розоватый. Основные структуры. Соответственно основный краситель будет красить нам кислые структуры. Они будут окрашены, основные будут бесцветные. Ну и классическими красителями можно назвать гемотоксилин металл комплекс. И фусцин и многие другие. Давайте поговорим тогда об этих двух классических соединениях. Гемотоксилин и эозин. И об этой окраске. Что как гемотоксилин. Это вещество, которое добывается из сердцевины ствола вот такого красивого растения. Картинка взята с википедии. И внутри ствола, для того, чтобы сдержать рост и разрушение ствола отчет патогенных микроорганизмов, откладывается вот такое вот вещество полифенольной природы, которое называется гемотоксилин. И на самом деле сам по себе гемотоксилин, он не может использоваться в гистологии. Он не очень хорошо будет окрашивать наши ткани. И для того, чтобы он превратился в вещество, которое все-таки будет красить нашу ткань, ему необходимо то, что иногда называют вызреть. Обратите внимание вот на эту часть молекулы. В случае, если мы говорим о гемотоксилине, здесь две ваш группы. В случае, если мы теперь будем говорить о так называемом гемотине, то есть том вещество, которое, собственно говоря, будет красить. Обратите внимание, одна ваш группа у нас пропала, и на ее месте образовался вот такой кокстороз двойной связью. Вторая неприятность. Сам по себе гемотоксилин не особо с чем хочет связываться. И для того, чтобы он смог с чем-то связаться, он должен образовать именно по этим группам так называемую координационную связь. То есть здесь должна быть некая молекула, ион, например, металла, алюминия, железа или еще какого-то другого, которые позволят эту координационную связь организовать. Поэтому чаще всего в использовании гемотоксилина есть две сложности. Первая. Во всех рецептах нам нужно использовать либо долгое время, чтобы гемотоксилин вызрел, то есть окислился. И второе. Нам нужен вот этот вот металл, который он называет мордан, там еще добавкой, которая как раз будет определять селективность. Ну и наверняка слышали много названий гемотоксилина, гемотоксилин по Майеру, гемотоксилин железный гемотоксилин и дальше много-много разных рецептов. Вот в чем заключается различие. Например, для того, чтобы окисление прошло быстрее, можем использовать какое-то вещество, поставщик свободных радикалов. Ну, например, можем едат натрий использовать. Ну, тогда, правда, хранить мы долго такой гемотоксилин не сможем. Он очень быстро будет разрушаться. Для лучшей растворимости этого комплекса, который у нас будет получаться в краске, в краску добавляют глицерин. Ну и чтобы было лучше селективно, чтобы все-таки он прикреплялся не только к вот таким местам, где в принципе возможна организация координационной связи, а только селективно к местам, где она наиболее выгодна, обычно в краску добавляется еще некоторое количество какой-то кислоты. И вот эта вот сложнокомпонентная краска, вызревшая, окисленная, содержащая мордан, содержащая глицерин и частью кислоту, используется для краски препаратов. Как работает такая координационная связь? Давайте посмотрим, так как у нас гемотоксилин красит ядра, то мы можем посмотреть на такую вот структуру, упрощенную нашей нуклеиновой кислоты. И как видите, здесь есть фосфор, у которого есть кислороды. Где-то у нас есть OH, где-то O. Ну и если здесь у нас окажется поблизости металл, ион металла, четырехвалентный, вот у него есть здесь две связи, здесь две связи. За счет этого он прицепит гематин, собственно говоря, который у нас и будет давать краску к вот этой части нашей нуклеиновой кислоты. И после этого мы сможем его уже здесь хорошо увидеть. То есть вот группа, которая у этой краски обеспечивает селективную возможность распознавания определенных компонентов. В данном случае мы говорим про, например, нуклеиновой кислоты. Второй компонент этой окраски – эозин. Это синтетический краситель, его не получают ни из каких растений. Это бромированная версия флюоресцина. Флюоресцин наверняка слышали, один из первых флюоресцентных красителей, пытались его в свое время улучшить. Ну вот, добавив к нему брома, получили. На самом деле тоже флюоресцентный краситель. Эозин может использоваться как флюорохром, хотя и плохенький. Более того, он еще очень хорошо генерирует свободные радикалы при освещении, поэтому его можно использовать как плохой флюоресцентный краситель, генерирующий свободные радикалы для некоторых специальных методов исследования. Используется водный или спиртовой раствор эозина. И водный раствор имеет вот такую рецептуру от 100 мг до 500 мг на 100 мл дистиллированной воды. Для улучшения селективности, на самом деле растворения, обычно добавляют некоторое количество кислоты. Например, вот можно уксанную кислоту добавить, в некоторых случаях можно добавить совсем-совсем немножечко соляной кислоты. И для улучшения окраски, при использовании нефиксированных образцов, или образцов, которые не проводились через спирты, чаще всего перед тем, как использовать что водный, что спиртовой раствор эозина, такой препарат проводят через 96% спирт, пускай даже кратковременно, на 2-3 минуты. При этом эта краска требует чаще всего, в большинстве случаев, отмывки, потому что она красит очень много структур, не очень специфично, даже если мы туда добавим немножечко кислоты. А дальше, если мы будем отмывать от тех структур, где нету NH2-групп, она отмоется очень легко, а там, где есть, она останется. То есть иногда для окраски используется подход так называемый дифференционный, когда вы вначале перекрашиваете препарат, потом, соответственно, отмываете лишнюю краску. Ну и давайте посмотрим на некий, опять же, очень такой усредненный протокол гемотексилин-эозина. Понятно, что в каждой лаборатории будут некие свои модификации, понятно, что под каждую ткань тоже, но давайте пройдемся быстренько по этому протоколу в качестве демонстрации просто окраски. Ну и первое, нам нужно срезы регидратировать. Если они у нас были, например, в парафине, нам нужно от парафина отмыться, его растворить, перевести в водную среду. И дальше, в зависимости от модификации метода, от 5 до 45 минут, мы в гемотексилине наш препарат окрашиваем, получая, собственно говоря, нашу синюю окраску ядер в дальнейшем, после некоторой обработки. Значит, гемотексилине мы с вами покрасили, отмылись от излишков краски в дистиллированной воде, отдифференцировались в уксусной кислоте 10% на этаноле, и срезы у нас должны тогда побуреть. То есть, вместо нашего привычного синего цвета, как мы привыкли видеть гемотексилины 1, они должны быть такими коричневенькими. После этого промываемся, чтобы от кислоты отмыться в дистиллированной воде. И теперь нам нужно, для того, чтобы срезы приобрели синий цвет, некоторое время выдержать наши срезы в щелочной среде. Чаще используется водопроводная вода, но в Петербурге, к сожалению, вода совершенно не щелочная, она очень у нас легкая, поэтому лучше всего использовать некоторый раствор слабый аммиака, чаще всего 0,5% раствор. Кстати, вот растворы, которые иногда продаются в качестве заменителя проточной воды, это не что иное, как раствор слабый щелочь, чаще всего аммиака. Как определить, что в данном случае все у вас завершилось. Срезы должны посинеть, вместо бурах или коричневых они должны стать нормальными, синими, как они должны быть. Отмываемся от аммиака в воде и дальше красим в эозине. В зависимости от того, какой у вас эозин, какая у вас ткань, в некоторых случаях она красится очень хорошо, поэтому, ну, может быть и 30 секунд. В некоторых случаях достаточно. В других случаях это может быть гораздо более длительно. После этого отмываемся с вами в дистиллированной воде и дегидратируем батарею спиртов, наш эозин. После чего, наш, извините, препарат уже. Небольшое замечание эозин будет отмываться вот в этих спиртах. Он все-таки не так хорошо держится. И поэтому, конечно, хранить препарат в этих спиртах до проводки окончания, наверное, не стоит, иначе вы просто отмоетесь от краски. То есть здесь время дегидротации должно быть стандартизовано. После этого используйте просветление в, например, ксилоле, либо вот карболоксилол, фенолоксилол 1,5, или болтушка, ацетоноксилол, касторка. После этого срезы обезвоживаются в ксилоле, заключаются в канадский бальзам или биомаунт, ну и в дальнейшем затвердеваются, становясь уже препаратами. Опять же, повторюсь, это такой очень общий протокол. Естественно, будут его модификации в дальнейшем, чтобы понимать просто, каким образом такая окраска может проводиться. Ну и в качестве заключения сегодняшней лекции небольшой обзор о том, что такое специальные краски. И за счет чего они могут красить какие-то клеточные компоненты. Напомню, что гемотоксилол 1 – это рутинная такая окраска, которая окрашивает все клеточные компоненты. Все остальное называется специальными окрасками. За счет чего некоторые из таких окрасок могут работать? Ну, во-первых, разная растворимость в липидах и воде. Например, масляный красный, он плохо растворяется в воде, хорошо растворяется в липидах. Если мы водный раствор или раствор не водный, но, скажем так, хороший раствор этой краски будем использовать на препарате, то этот краситель преимущественно будет растворяться в липидной составляющей, в мембранах, а из других частей препарата он легко отмоется. Другой вариант специальной окраски – селективная качественная аналитическая реакция. То же самое прусский синий – это на самом деле качественная реакция на металл, которую вы наверняка знаете из неорганической химии. Трихромы – краски, содержащие несколько компонентов, например, две кислых краски, у которых просто разный размер молекулы, то есть разная проникающая способность. Ну, например, в ангинсентрихром у вас используется фусцин и пикриновая кислота. Пикриновая кислота желтая. И за счет того, что разный размер молекулы, разная проникающая способность, они покрасят разные части препаратов. Следующий вариант – краска. Специфическое взаимодействие с какими-то определенными химическими веществами. Диамин и фениленендол, к примеру, ДАПИ, да, флюоресцентный краситель, он интеркалирующий, он будет встраиваться в одну из бороздок ДНК. ДАПИ, которая красит танины и полифенолы, она с ними взаимодействует тоже химически абсолютно стандартно. Ванилин в кислой среде, кстати, тоже будет окрашивать те же самые структуры. Ну и последнее, возможно, выпадение солей каких-то металлов в осадок по месту нахождения, например, насыщенных липидов. Это вариант окраски фергольджа или фиксации этих липидов при помощи осмия. Конечно, это очень небольшое количество случаев, как такие краски, в принципе, могут селективно что-то окрашивать. И есть другие подходы. Но в качестве объяснения, что такое специальные краски, как они работают, я думаю, этого будет достаточно. Таким образом, сегодняшняя вводная лекция, я надеюсь, дала вам возможность понять, каким образом работают методы гистотехники. И из них мы с вами более подробно пока что смогли только обсудить вырезку гроссинг и фиксацию образца. На следующих лекциях мы более подробно обсудим проводки, более подробно обсудим разные варианты микротомирования и немножечко поговорим о специальных методах иммуногистохимии, поговорим о микроскопии и о современных методах, так называемых, молекулярной гистологии, методах просветления ткани и так далее. Сегодняшнюю лекцию мы с вами тогда завершаем. Спасибо за внимание и жду вас на нашей следующей лекции. Продолжение следует...